Встреча с Юрием Гимельфарбом Анатолий, здравствуйте, мои дорогие читатцы, я приветствую вас, но прежде чем я представлю нашу гостью, я хочу сказать одну вещь. Дело в том, что в официальной кремлевской прессе сейчас президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, он преподносится как фашист. Почему? Потому что он, я цитирую российскую прессу, заявил, что Америка превыше всего. Это тут же преподнесли, что Трамп цитирует Гитлера по принципу «Дольшленд, Дольшленд убрались», «Германия превыше всего». И вот разобраться с этим вопросом нам поможет иммиграционный адвокат Ирина Камеристия. Здравствуйте, Ирина. Добрый день, и я, наверное, тоже прежде чем начинать отвечать на вопросы, должна буду сделать определенный комментарий о том, что я не уверена, смогу ли я вам ответить на вопросы и определение, кто есть кто. Что я не политолог, я адвокат, и определение адвокат включает в себя, что я трактую закон, определяю, как лучше объяснить прецедентное право и что лучше в интересах наших клиентов, исходя из ситуации в стране. Имиграционное право – это федеральное право, поэтому, естественно, кроме того, что мы полагаемся на законодательство, мы полагаемся на прецеденты, на дела, которые происходят у нас в стране и которые каждая юрисдикция выбирает себе именно как ведущее право. Исходя из этого, я, возможно, смогу предоставить какие-то объяснения, но ни в коем случае не комментарии по поводу политической ситуации. Я не прошу вас, комментарий по поводу политической ситуации, меня в данном случае интересует вот последний указ мистера Трампа о закрытии иммиграции в США. Вы можете как-то это проектировать, что это такое вообще? Абсолютно. Это больше не лидер свободного мира или как? Абсолютно. Могу прокомментировать. Мои комментарии основаны на инструкциях, которые предоставила нам Ассоциация иммиграционных адвокатов. Эта организация называется AILA – American Immigration Association. Первое. Вступил этот закон, этот меморандум или Executive Order. Сегодня, буквально 7-8, уже 11 минут тому назад, то есть 23 апреля в 12 часов дня, вступил закон. Кого он покрывает и кого он не покрывает. И когда я говорю слово закон, это на самом деле не совсем правильно. На данный момент это чисто как такой временный приказ, который выдает не только наш президент, а который выдает буквально все вподряд, и здесь все вподряд я имею в виду суды. Первое. Кого покрывает этот закон? Тех, кто находится на данный момент, на вот 12 часов по полудню сегодня за границей. Все, кто находится в Америке, этот закон не покрывает, он к ним не имеет никакого отношения. Второе. Этот закон не разрешает людям, у которых нету на данный момент одобренной иммиграционной категории, въехать в Америку. Третье. Это те люди, у которых нету на руках одобрения о документе для путешествий. То есть нету travel паспорта, нету пароля, нету каких-то таких документов, с которым они могут пересечь границу. Вот эти три категории. И определяя вторую и третью категорию, те, у кого нету иммиграционной визы. А на самом деле это даже не совсем категория, потому что посольство, консульство закрыто, и закрыто с марта месяца. Поэтому если у людей нету иммиграционной визы, им отменили интервью в посольстве, им назначат новое интервью. Он назначат его только тогда, когда все переоткроется. Как быстро она переоткроется, исходя из нашей информации, которая поступает из федеральных судов, штатных судов, не раньше, чем июнь месяц. Это у нас уже есть 30 дней. Если мы будем идти через три этапа, которые объявляет наша администрация, это может быть еще один месяц как минимум. Поэтому мы уже получили 60 дней. Поэтому эта прокламация практически никого экстра не покрывает. А и третья категория, у кого нету travel document. Человек из Америки, у которого есть гринкарты или гражданство, едет, естественно, с паспортом, с re-entry permit, с advance parole, с любым travel document. Их эта категория тоже не покрывает. Поэтому следующие категории, которые не покрываются. Все, у кого есть гринкарта, могут передвигаться куда хотят, как хотят, у них полностью есть все права. И миграционная виза, у кого стоит в паспорте. Это тот человек, который успел дойти до посольства, пройти интервью, получить визу, а имеет ее в паспорте, купил билет и отменили влет в Америку. К этим людям это тоже не имеет никакого отношения. Они имеют право, возможность въехать обратно в Америку. Здесь я должна дать такое маленькое отступление, информацию, которую мы получаем от консульских служб. Они говорят, если вы получили визу, вы должны выехать в течение определенного времени. Если по обстоятельствам за пределами вашего контроля вы не можете выехать, пришлите нам имейл, мы вам издадим еще раз визу. Представьте нам, пожалуйста, объяснение о том, что в вашей жизни ничего не поменялось. То есть вы не стали криминалом, вы не заболели. Если что-то нужно обновить, мы вам дадим знать, мы будем полностью с вами кооперироваться. А люди, которые не покрываются этим меморандумом, это супруги граждан Америки. Это дети до 21 года, у которых родители граждане. Это те люди, которые нужны в Америке. В частности, это служащие. Это служащие, может быть, государственных организаций, служащие armed forces. Это люди, у которых есть конкретная позиция, и поэтому определены они как то, что они въезжают сюда в национальных интересах Америки. Кого это также не покрывает, это беженцы. Это может быть одна из даже самых больших категорий. Те, кто пытается получить убежище в Америке, то ли это асайлом, то ли это refugee status, то ли это удержание депортации, или это protection under convention against torture, я не знаю, как это правильно сказать по-русски, а по конвенции против насилия, к ним это не имеет никакого отношения. Ну, наверное, protection — это политическое убежище, то есть вот так. Абсолютно верно. Политическое убежище в разных его категориях. Потому что асайлом — это люди, которые просят в Америке. Refugees — это которые приезжают из-за границы уже со статусом. Withholding of removal — это тех, кого здесь, в Америке, помещают в процедуру депортации, но которые имеют право попросить защиту, исходя из того, что они прожили здесь 10 лет плюс, имеют квалифицированных родственников, это в нашей категории дети, родители, супруги с грин-карты или с гражданством, нету криминала, платят налоги. И protection under convention against torture — это когда человек просит убежище по религии, национальности, политическому мнению, социальной группе, и они пережили конкретное подтверждаемое насилие, которое может быть физическое, социальное, психологическое, материальное, социальное или комбинация всех этих факторов. Поэтому, когда мы получили этот твит о том, что закрыт будет въезд в Америку, о том, что приостанавливается негруз в Америку, это абсолютно неправильное определение того, что мы на самом деле увидели, когда этот executive order был издан. На данный момент он действительно 60 дней. Как я сказала в самом начале, все будет закрыто как минимум 30 дней, потом продление будет по три раза, будет еще две недели. Это нас помещает еще как минимум на полтора месяца. Поэтому на данный момент практически этот меморандум ничем и никому не мешает. Тот, кто хочет эмигрировать, кто хочет подать на защиту, они имеют полное право это сделать. Все, у кого есть неиммиграционные намерения, наниммигрант виза, рабочие визы, они в принципе не покрыты этим меморандумом. Они как въезжали, так и могут въезжать. Их эта прокламация, опять-таки, не должна беспокоить. Это вкратце содержание того, что у нас есть. Понятно. Теперь, Ирина, я заранее прошу вас прощения, потому что вполне возможно, я сейчас буду задавать настолько глупые вопросы, что вы лишите, что я сошел с ума. Но еще раз приношу свои извинения. Вопрос первый. В российской прессе говорят, что те люди, которых не забрало российское правительство, они будут либо заключены в тюрьму, либо вышвырнуты за территорию Соединенных Штатов, которые находились в США. Я напомню, прошу прощения, напомню, дорогие зрители, что те люди, которых эвакуировали из Соединенных Штатов рейсами аэрофлота, их забирали только тех, кто имеет московскую прописку. То есть вот вы можете как-то прокомментировать, Ирина? Будут кого-то депортировать или не будут? Или в тюрьму будут заключать? Я еще раз прошу прощения за глупый вопрос. И возможно. Да. Короткий ответ абсолютно нет. Опять-таки я буду ссылаться на очередной меморандум. Его можно найти на сайте иммиграционной службы uscis.gov под категорией COVID-19. И он называется Delays in Extension Change of Status. О том, что люди должны делать, если им нужно подавать на продление или изменение статуса. Желательно, чтобы люди, которые находятся в Америке, с визой подали вовремя на продление своей категории. Это делается достаточно просто. Выходят на тот же самый веб-сайт usis.gov, заполняют форму I-539, прикладывают документы, которые подтверждают о том, что они приехали сюда с намерением путешествовать или работать, или какая была их конкретная виза, что они не могут покинуть страну, их сроки истекают, и они подают либо на продление, либо на изменение. Если мы говорим на продление, это означает, что они могут соблюдать условия своей визы. Например, они могут дальше работать, или они могут дальше гостить. Изменения, это если, например, они были на рабочей визе, но их работодатель их отпустил, а не уволила, как филор, но они, естественно, больше не работают на эту компанию, они могут подать на гостевую визу. И им иммиграционная служба одобрит и простит это пребывание, которое они будут делать в Америке, что они со своей стороны должны показать о том, что они вернутся в свою страну вовремя, о том, что они не имеют криминального рекорда, и для этого мы посылаем чек в иммиграционную службу на 85 долларов, потому что в результате человека вызовут на отпечатки пальцев о том, что был билет в обратную сторону, но авиакомпания отменила эти билеты, есть деньги на существование и присутствие в стране, и у человека есть намерение вернуться обратно. И иммиграционная служба, более того, даже говорит о том, что они будут прощать, если человек предоставит объяснение о том, что они задержались, а здесь и не успели вовремя выслать свое продление, но обстоятельства были таковы, что они были за пределами их контроля. У них, например, не было доступа к компьютеру, не было доступа к официальной юридической помощи, у них, возможно, не было достаточных денег, они, возможно, не знали, каким образом это работает. Система, если они предоставляют объяснение, то иммиграционная служба, опять-таки, на том же самом сайте 13 апреля опубликовала о том, что все эти инструкции могут быть выполнены, они вполне доступны и нет проблем. Еще одна категория – это люди, главным образом, из Евросоюза, которые въехали сюда по Visa Wave Program, безвизовый режим. Для этих людей существует другая программа, они имеют право подать на то, что называется Satisfactory Departure, о том, что это удовлетворительное покидание Америки, им дадут продление на 30 дней, плюс иммиграционная служба объявила, что они готовы будут рассмотреть дополнительное продление на 30 дней, и будем надеяться, что к этому времени, ну, все уже авиакомпании начнут, опять-таки, работать, и все у нас уладится. Так что абсолютно нет, никто никого не депортирует, не высылает. Айс – это наша иммиграционная полиция, на самом деле они закрыты до 1 июня, поэтому я бы сказала, люди могут быть спокойны, никто их никуда не депортирует. Понятно. Теперь еще один вопрос. Значит, иногда в российском сегменте интернета появляются там так называемые инсайды, что вот о каком-то там иммигранте было получено инсайдерская информация чуть ли не из Госдепартамента США о том, что вот этот человек там корчит из себя иммигранта для того, чтобы он получил политическое убежие. Скажите, пожалуйста, Ирина, а вообще возможны инсайды из Госдепартамента о том, что кто-то там получит политическое убежие, кто-то не получит? Возможно ли такие утечки информации для блогеров? На самом деле я не могу сказать, возможно или нет. В настоящее время в социальных сетях можно поместить все, что каждый хочет. И, наверное, что-то возможно, что-то невозможно. Статистики у меня по поводу этого абсолютно никакой нет. Существует конкретная программа подачи на убежище. Сейчас подача на убежище должна сопровождаться пакетом документов, а не просто моим устным или письменным заявлением. А список документов, например, когда мы берем дело на рассмотрение, мы даем сразу же. В этот список документов входит конкретная информация, которая нейтральна от разных организаций, в которых подтверждается, например, каким образом человек пострадал, если человек обращался у себя в стране за помощью. Поэтому справки из полицейских или каких-то других юридических организаций, что человек обращался за помощью. Медицинские сертификаты, что у человека была на самом деле травма. Распечатки из каких-то социальных сетей, если человек был на самом деле политически активный и помещал свою какую-то информацию, и это привело к задержаниям или каким-то другим негативным вещам. Свидетельские показания от знакомых, друзей, родственников, желательно, чтобы они были сертифицированы, но как минимум с копией паспорта, чтобы это было ответственное заявление о том, что человек может подтвердить историю заявителя. Мы работаем с психологом, который встречается с нашим клиентом и проговаривает вопросы, то есть задает вопросы и перепроверяет тем самым, что у человека на самом деле есть то, что мы называем PTSD, посттравматический синдром. Потому что многие люди тяжело общаются, например, с адвокатом, но легче им раскрыться и рассказать, что на самом деле произошло, особенно если это эмоциональная, психологическая травма психологу или социальному работнику. Другой пакет – это ситуация по стране, country conditions, которую мы берем опять-таки с официальных сайтов, таких как Department of State, Human Rights Watch, Amnesty International – это официальные веб-сайты, которые проверяются в Department of State. Если есть какая-то медиа, которую человек хочет добавить индивидуально, абсолютно мы это все принимаем. Заявление должно быть не фривольным. И слово «фривольное» может актироваться, естественно, по-разному, но как минимум оно включает в себя о том, что ваше слово замечательное, но нам нужен пакет с документами, чтобы подтвердить о том, что это субъективно и объективно, корректно, правильно, и, естественно, человек четко понимает, что он под присягой. Офицеры, которые работают в асайлом-офисе, они проходят определенные курсы, у них есть тренинг, очень много адвокатов работает в асайлом-офисе, поэтому они знают и право, и они знают ситуацию в стране, и, естественно, у них все время происходит продолжительное «Continuous Education», там, где им дают тренинг по конкретным ситуациям в стране. Вопрос тогда вот какой. Смотрите, сейчас ходит довольно много легенд, опять же, в русском сегменте интернета, что достаточно написать там, грубо говоря, на заборе, «Путин дурак» и сфотографироваться на фоне этой записи этого достаточно, чтобы получить политубежие в Америке. Так или нет? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Интервью проходит в среднем 2-3 часа. Интервью состоит из нескольких вещей. Когда мы приходим на интервью, мы проходим через форму I-589, это форма Asylum Application, которая должна быть теперь заполнена полностью. И написать просто заявление прилагается или история прилагается, уже не проходят. Вы должны объективно рассказать конкретные факты, минимум 3 события, которые подтолкнули вас к тому, что вы подаете здесь на убежище. И эти события не могут быть в каком-то дальнем прошлом-прошлом. Это должно быть что-то, что вот буквально было недавно. Почему мы говорим про минимум 3? Потому что мы должны показать, что это не был случайный инцидент или как одна надпись. Одна надпись мне ничего не даст, и офицеру она не даст достаточно оснований показать и доказать о том, что человек на самом деле был преследуем государством. А после того, как мы прошли саму форму, то есть объективную информацию, дальше начинается вопрос офицера. Офицер начинает вопросы, например, если мы говорим про политическое убежище, то там будет море вопросов. В чем заключается ваше мнение? Против кого вы выступаете? Если вы принадлежите к каким-то организациям, партиям или движениям, как мы знаем, что вы принадлежите? И опять-таки здесь и объективное, и субъективное. Если вы ходили на митинги, что у вас есть подтверждение? Как я знаю, что вы были на митинге? Мне нужны свидетельские показания. Если вас арестовали, задержали, покажите мне справку из полиции. Если вас побили, покажите мне справку от медицинской организации. Если вы жаловались в полицию, покажите, что вы сделали заявление. Если вас арестовали, что происходило там, как долго вас держали, сколько человек вас допрашивали, какого рода вопросы вам задавали. Если вы были там физически оскорблены или эмоционально, или психологически, или было какое-то насилие, жаловались ли вы в прокуратуру, нанимали ли вы частных адвокатов. Это множество вопросов, которые нам нужно задать, чтобы мы получили полностью всю картину, целую картину. Плюс, когда мы говорим про какой-то инцидент, нам нужно показать nexus, связь с государством. Если какие-то частные люди, потому что они меня не любят, или я им не нравлюсь, написали что-то или задели меня где-то, мне это никак не помогает. Я должна показать, как эти люди связаны с государством. Если это какие-то бандиты, которых государство покрывает, как я об этом знаю, исходя из чего я делаю эти заключения. Поэтому просто надпись или просто какой-то один инцидент, это абсолютно не убежище, это будет отказ, потому что недостаточно, отказ, потому что это не совпадает с ситуацией в стране, отказ, потому что это может выглядеть как фривольное заявление, отказ, потому что в моей истории были, так скажем, недостаточно фактов, которые объясняют конкретную ситуацию. То есть я рассказывала обо всем, очень обобщая информацию. Плюс, если мой рассказ не совпадает с тем, что на самом деле происходило в стране, это уже будет подозрение на то, что я делаю заведомо ложное заявление. Иногда, когда я говорю, что митинг был на этой площади в это время, там было столько-то человек, офицер может, и они это делают, просто гугл эту информацию, эта площадь, это место, это время, было или не было, сколько было человек, были ли задержания, были ли какие-то аресты, потому что задержание и аресты — это разные вещи. Каким образом это происходило? Это все, как мы проверяем историю, это то, каким образом мы можем предоставить заявление, которое мы точно знаем, оно не ложное. Ирина, я прошу прощения, сейчас мы должны прерваться на короткую рекламу, после которой мы продолжим нашу беседу, а также наши зрители смогут задать нам вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Юрия Гимельфарба «Свободное мнение». Во втором сегменте, как обычно, Юрий и его гости с удовольствием отвечают на ваши вопросы, особенно сегодня наш миграционный адвокат Ирина Камеристик, наш уважаемый чикагский адвокат. Я думаю, с удовольствием также ответить на ваши вопросы, поэтому набирайте номер телефона в студии 847-400-5200, и мы будем общаться. Ну, а пока народ собирается с мыслями, Юрий, прошу вас, Ирина, давайте продолжим. Ирина, у меня такой теперь вопрос. Вот я, хотя я нахожусь сейчас в Израиле, мне многие пишут в привате, Юра, я не еврей, я хочу эмигрировать в Америку. Достаточно ли мне прийти в посольство и сказать, я хочу в Америку? Вот как человеку действовать, иными словами? Да, прийти просто в посольство и сказать здрасте, я что-то хочу, это абсолютно даже не начало. Для того, чтобы вы могли прийти в посольство, во-первых, вы должны решить, что вы хотите. Вы хотите иммиграционную категорию или вы хотите неиммиграционную категорию? Если вы хотите погостить, то, как всегда, со всеми другими странами, не только с Америкой, вы подаете на гостевые категории. Если вы член и гражданин Евросоюза, то вы можете просто себя сертифицировать, и вы получите одобрение через безвизовую категорию. Если вы хотите работать, то вы подаете на рабочий гарант. Но эта петиция должна быть сначала одобрена здесь, в Америке, иммиграционными службами. А Департмент оф Хомленд Секьюрити, Министерство труда, вы должны показать и доказать о том, что да, вы на самом деле нужны своему работодателю, что работодатель может вас взять на работу, не просто хочет, а может, потому что есть нужный доход у компании, есть нужная инфраструктура у компании, у вас есть нужное образование, у вас есть нужный опыт работы. Поэтому желание к действительности не будет иметь никакого отношения. То же самое, если вы хотите иммигрировать, опять-таки, иммиграция – это либо на основе рабочих гарантов, либо на основе воссоединения семьи, либо на основе экстраординарных талантов, которые у вас есть. А беженство не выдается посольствам. Существует множество, раньше было больше, естественно, программ для рефюджиз, для беженцев из-за границы, из разных стран, не только Советский Союз. Но, опять-таки, вы должны квалифицироваться, вас должны будут проверять, вы должны предоставлять полный пакет с документами, которые будут проверять. И, исходя из этих категорий, вы можете чего-то хотеть дальше. Сам факт желания – это даже не начало, так скажем. Тогда вопрос, что называется, в лоб. Мне, опять же, очень много задают вопросы, «А сколько стоят услуги адвоката?» Вот хорошо, вот давайте предположим, я порекомендовал вас, как иммиграционного адвоката, и тем более ссылки, дорогие друзья, будут в описании, пожалуйста. Но люди задают вопрос, «Сколько будет стоить мне иммиграция в Америку?» Вот вы можете ответить на такой вопрос? Да, на самом деле, когда мы говорим про иммиграцию в Америку, это очень комплексный вопрос и комплексная процедура. Смотря на то, что вы хотите иммигрировать, есть адвокатские расходы, иммиграционная служба имеет список форм, каждая форма стоит определенную сумму денег. На веб-сайте usis.gov есть распечатка, которую вы можете найти, каждая форма сколько стоит. Другой вопрос, если это рабочий гарант, есть процедура, которую вы должны следовать, ваш работодатель должен будет делать заявление, объявление о том, что ищется рабочая сила. Объявления эти тоже стоят денег. Если вы хотите нанять экспертов, эксперты – это отдельная организация, отдельные офисы, у них тоже есть свои расценки. У иммиграционных адвокатов есть иногда flat fees, как мы их называем, то есть это определенные конкретные цифры, которые стоят петиция, но всегда есть определенные моменты, на которых, возможно, нужно больше внимания, больше времени, больше расследования, потому что сейчас для того, чтобы человек, например, въехал в Америку, мы должны показывать, что этот человек не public charge, что он не будет иждивенцем, не будет жить за счет государства. Нам никогда этого не нужно было. Теперь это абсолютно отдельная процедура, которую мы должны делать, как будто я финансист, как будто я подаю на моргидж, или как будто я представляю кого-то при разводе, где мне нужно знать, у кого какие доходы и расходы. Это дополнительный сервис, это дополнительные суммы, которые, возможно, у человека будут в связи с этими всеми аспектами для того, чтобы иммиграционная петиция была одобрена организациями. Поэтому это, я бы сказала, это факт специфик, исходя из ваших конкретных ситуаций, исходя из ваших конкретных факторов. Но, опять-таки, я бы сказала, что это все резонные цифры, которые описываются в контракте. Кто-то хочет на основе часовой, кто-то хочет на основе, как я говорю, этих flat fees, конкретной суммы. Но, опять-таки, всегда искевьят о том, что могут быть осложнения, могут быть апелляции, могут быть запросы на дополнительную информацию, может быть издано намерение на отказ иммиграционной службой. Кейс специфик. Индивидуально каждый кейс. Возможно ли такая ситуация? Я не знаю. Я, по-честному говорю, я никогда не был в Соединенных Штатах и не знаю этого. Но в России входит много легенд, что можно въехать на территорию Соединенных Штатов по туристической визе, а потом обратиться к иммиграционному адвокату. Это правда или нет? Короткий ответ – да. Но. И здесь есть большое но. Исходя из моей практики, в принципе, я лицензированная адвокат с 2002 года, поэтому практика достаточно длительная. И если бы мы с вами говорили 15 лет тому назад, я бы сказала, это очень легко и просто. Нету никаких сроков ожидания. Что означает, в переводе вы въехали по гостевой визе, вы завтра пошли и вышли замуж, или вас нанял кто-то или сделал вам предложение, что вас наймут на работу, или вы пошли, подали заявление в колледж и хотите поменять на студенческую визу. Это было окей. Потом мы стали говорить про сроки ожидания 30 дней, потом 60 дней, потом 90 дней. Если бы вы у меня спросили сейчас, сколько я должен подождать, прежде чем я, например, подаю на смену статуса на студенческую визу, я бы вам сказала, минимум 90 дней. Иначе у нас появляется такая проблемка, которая называется wrong intent, неправильное намерение. Вы получали визу, говорили одно, вы приехали сюда, с вами говорила патрульная служба, Customs Voda Protection, пограничники, вы им сказали, что вы хотите смотреть достопримечательности Чикаго. И потом вдруг вы выходите замуж, или женитесь, или подаете на студенческую, или на работу. У меня есть нестыковка, опять-таки, у людей разная ситуация, может быть, я не знала, что мне сделают предложение, там, о браке, о работе, я не знала, что мне родители подарят деньги, я смогу пойти учиться. Это будет уже ваша обязанность объясниться с иммиграционной службой, почему вы так быстро поменяли свое мнение. Моя идея, мое предложение 90 дней не менять свое мнение, опять-таки, есть исключение не с правил, как и в любом другом прецедентном или непрецедентном праве. Поэтому есть определенные кивьяц, которые желательно принимать свое внимание, прежде чем вы делаете какие-то заявления или подаете какие-то петиции. То есть, правильно ли я вас понял, что человеку, прежде чем приезжать на территорию Соединенных Штатов, лучше с вами связаться? Всегда хорошо сделаю домашнюю работу. Желательно начинать делать домашнюю работу заранее, а не так, чтобы я приехал и мне нужно сегодня что-то, что мне нужно было вчера. Поэтому, да, когда мы говорим с любым клиентом, которым в перспективе может быть наш клиент, мы даем ту самую домашнюю работу. Мы посылаем список того, что нам требуется. И пока человек готовит эту информацию, мы можем готовить наша часть работы, но когда человек уже подготовился, готов сдать нам этот пакет, тогда мы уже подписываем контракт и тогда мы начинаем уже действовать. С нуля практически невозможно. Это двухсторонняя улица и адвокат должен готовиться, и заявитель должен быть готов. Адвокат не может сделать домашнюю работу за аппликанта, за заявителя. Теперь, Ирина, у меня очень деликатный вопрос. Значит, интернет забит информациями от неадвокатов, я это подчеркиваю, неадвокатов, что мы гарантируем вам гражданство США и так далее, цитара, цитара. Чем чревато для людей обращение вот подобным неадвокатам? На самом деле здесь много сложностей, и потеря денег это, наверное, самая маленькая из этих всех проблем, что очень часто происходит. К нам приходит человек и говорит, я выслал 200 долларов или 300 долларов, заполнил что-то на интернете, я не получил письмо от иммигрейшн, что они приняли, потому что деньги тоже как бы должны быть высланы, меня не вызвали на отпечатки пальцев, наверное, это виновата почта. Абсолютно нет, это, скорее всего, виноваты вы сами, потому что вы пошли работать с организацией, которые, так скажем, не лицензированы. Когда вы идете к врачу, вы хотите знать, что ваш врач лицензированный, когда вы идете к бухгалтеру, вы хотите знать, что ваш бухгалтер лицензированный, когда вы идете к адвокату, вы хотите знать, что ваш адвокат лицензированный. И опять-таки, как я начала говорить, потеря денег это самая маленькая проблема. Вторая проблема, которая самая важная, о том, что вы свою конфиденциальную информацию, личную информацию дарите каким-то людям, каким-то организациям, над которым нет контроля. Они не лицензированные, им нечего бояться, у них нет лицензии, нет организации, которая проверяет их работу, которая им делает аудиты, которые... Мы должны хранить свои файлы годы, они не должны хранить свои файлы вообще, они вам не должны дать копию ваших документов, мы обязаны вам дать копию. Я ставлю свой код и свою лицензию, они этого не делают. Поэтому у каждого есть свой выбор. Вы можете пойти на базар и купить все, что вы хотите, но опять-таки вам никто не дает никаких гарантий. Адвокат тоже вам не дает никаких гарантий. Точно так же, как и бухгалтер, и точно так же, как и ваш врач. Вам не дает гарантий, что вас вылечат. Но с каждым конкретным человеком мы анализируем дело, мы смотрим на прецедент, мы смотрим на закон, мы смотрим на ситуацию в стране, мы обсуждаем это из конкретной ситуации, которая у нас сейчас. Если ты не ходишь в суд каждый день, если ты не ходишь в асайлом офис, офис по убежищам каждый день, если ты не ходишь в иммиграционную службу каждый день, как ты можешь знать, что может ожидать? Есть, как я всегда говорю, нюансы. Вы должны знать нюансы. Вы не можете просто заполнить формочку и отправить ее в иммиграционную службу. Вы должны знать все плюсы и минусы. Вы должны пытаться быть впереди того самого паровоза, чтобы попытаться предотвратить какие-то сложности заранее. Естественно, если, например, у вас криминальная история, вы выслали свое заявление на убежище, вместо того, чтобы, например, оставаться со своей грин-картой, вы можете поместить себя в депортацию. Или вы заключили какой-то брак, который очень подозрительный. Вам адвокат скажет абсолютно нет, забудьте, разведитесь. Опять-таки, вам кто-то скажет из базарных услуг о том, что нет-нет, мы вам поможем, мы вам все подадим. Опять-таки, вы можете себе испортить жизнь навсегда, потому что один фиктивный брак, даже если вас не поместили в депортацию, будет запретом на последующее воссоединение семьи через брак. Опять-таки, это закон, это прецедентное право. Вы должны полностью знать и видеть всю картину, вы должны иметь возможность обсуждать ее со своим адвокатом. Более того, если вас представляет адвокат, мы получаем копию всех документов, иммиграционная служба общается с вами через наш офис. Если есть какой-то запрос на дополнительную информацию, если есть намерение на отказ, иммиграционная служба должна обратить этот вопрос к нам. Вы имеете полное право сказать, я без адвоката, как и в любом другом кейсе, даже не иммиграционном. Я не обсуждаю этот вопрос, у меня есть представитель. Мы подписываем отдельную форму, называется Notions of Entry of Appearance. Форма о том, что мы вас представляем, вы регистрируем свой appearance. Что мы вас представляем, не знаю, как русский сказать правильно, appearance. И это регистрируется, это лежит у вас в файле. Есть конкретный человек, кто отвечает за ваше дело. Опять-таки у каждого есть свой выбор. Мы все живем в современном мире, все есть в социальных сетях, но каждый делает свой выбор, естественно, исходя из того, что они себе решат. Понятно. Теперь вопрос вот какого плана. А что делать человеку, который, например, хочет приехать в Соединенные Штаты, но он недостаточно хорошо знает английский язык? Кстати, это не редкость. Многие говорят, да, я вот учу английский, я хочу приехать в Соединенные Штаты, но разговариваю на уровне let's from my heart, как говорил один известный российский политический директор. Это проблема или нет? Опять-таки, смотря какая цель этого человека. Если я еду в Германию, мне не нужно учить немецкий язык. Если я еду в Италию, я не учу итальянский язык. Вопрос, для чего этот человек хочет сюда ехать? Какая его цель? Посмотреть достопримечательности вам это не нужно. Если вы хотите приехать по воссоединению, это хорошая идея, вы сюда едете жить. Если вы хотите приехать по рабочему гаранту, естественно, вам нужно здесь функционировать. Вы должны иметь какие-то навыки. Минимум профессиональный язык у вас должен быть. Поэтому, опять-таки, все относительно, все будет зависеть от того, какое ваше намерение. Иммиграционное, неиммиграционное, на как долго вы сюда хотите приехать, какая финальная цель вашего визита, какая изначальная цель вашего визита. И это будет определять, насколько вам нужен или не нужен, и насколько нужен тот самый английский язык. Ну и такой вопрос. А вот по вашему наблюдению, по вашей практике, скольким людям отказывают в прошении? Процент вы можете назвать? Приблизительно хотят. Опять-таки, да. Наверное, я не смогу ответить на ваш вопрос. И здесь будет несколько объяснений. Как я сказала не один раз, прежде чем мы берем какое-то дело, прежде чем мы подписываем контракт, мы даем человеку домашнюю работу. Если человек не может, не хочет делать домашнюю работу, не хочет кооперироваться, предоставляет недостаточное количество информации и фактов, не может подтвердить то, что нужно обязательно, то, что мы называем prima facie, это изначальный список требований. Мы не берем такие дела. Как я говорю, я не могу за вас делать вашу домашнюю работу, я не могу за вас делать ваш проект, это не моя работа. После того, как вы мне сдаете все, я могу с вами работать, и это будет кооперация. Односторонняя улица не бывает. Поэтому я, исходя из моей практики, могу сказать о том, что мы ответственно относимся ко всем нашим делам, которые мы берем, ко всем, которым мы подписываем контракт. Это касается иммиграционного права, потому что здесь, и это федеральное право, поэтому это по всей Америке, здесь я под присягой, точно так же, как заявитель, которого я представляю. Если бы вы у меня спросили, какой у меня успех в клоузингах, закрытии и покупки, продажи недвижимости, 100%, мы все закрываем, потому что есть финансирование. Или есть это развод по обоюдному согласию. Это совсем другое дело. В иммиграционной практике пока человек не готов, документально не готов, или если он не квалифицируется, как я сказала, у человека криминал, но он хочет гражданство. Замечательно, можно хотеть сколько угодно, абсолютно нет, потому что я испорчу вашу жизнь, я вас помещу в депортацию, или вы хотите заключить фиктивный брак, абсолютно нет. Это федеральное преступление. Есть множество вариантов дел, на которые я скажу абсолютно нет. Поэтому, исходя из этого, я вам не смогу сказать, сколько у других процент, а у нас процент очень хороший, потому что мы ответственно относимся и к выбору клиентов, и к тому, что мы делаем. Опять-таки, я офис оф зе койт, и я хожу в суд, я хожу в асайлом офис, я хожу в прокуратуру. Они знают о том, что я, как я готовлю свои дела, и поэтому мне легче обсуждать какое-то дело с прокурором, потому что они знают о том, что я на самом деле стою за этим кейсом, я на самом деле подтверждаю о том, что да, эта информация была проверена и документирована. Исходя из этого, я бы сказала, что наш процент очень хороший. Ну и последний вопрос, Ирина, у нас буквально пять минут остался. Сейчас, как известно, в России нет политических статей, то есть возбуждают уголовные дела, могут подбросить наркотики, могут там обвинить, черти же, ну просто скартифицировать дела. Скажите, это будет являться препятствием для людей, если они решат эмигрировать в Америку? Это будет считаться, что у них криминальное прошлое? На самом деле это очень хороший вопрос, и я не могу сказать просто про Россию. У нас даже больше таких теперь дел с Евросоюзом, потому что во многих странах люди против тебя фабрикуют дело, они подают в Европол или в Интерпол, и потом наша прокуратура и представители миграционной службы получают этот документ. Да, это наша обязанность, и мы обычно работаем с адвокатами с другой стороны, именно тех юрисдикций, чтобы показать и доказать, что это было сфабрикованное дело. Но исходя из того, что если это дело было принято судом, прокуратурой тех стран, то мы это воспринимаем, как оно есть. Я не могу сказать, что они сделали что-то неправильно, я могу пытаться объяснить о том, что это было коррумпированное дело, о том, что это не юридически неверное дело, но наши суды, наши прокуроры очень внимательно относятся к этим делам, и для многих людей это будет серьезная проблема, если тот же самый Европол или Интерпол подаст по поводу их в розыск. Это серьезный вопрос, да. Ну, то есть я правильно понимаю, что в Соединенных Штатах работает принцип приюдиции, как и во всем мире? Абсолютно, да. Да, мы воспринимаем этот кейс как данный кейс, и поэтому это не наша юрисдикция сказать о том, что кто-то был неправ в тех странах. Мы это принимаем, как оно есть, мы можем иметь возможность предоставить аргументы, насколько эти аргументы будут успешны, насколько мы можем пытаться переоткрыть, апеллировать, что-то делать. Это будет, опять-таки, очень кейс-специфик, исходя из конкретных обстоятельств, исходя из конкретных юрисдикций. Поэтому это будет очень хороший вопрос для суда, насколько суд хочет принять нашу сторону или сторону тех стран, в которых нарушаются, например, те же самые права человека, исходя из того, что публикует Department of State, исходя из официальной статистики и информации. Понятно. Ирина, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Я думаю, нашим зрителям тоже было очень интересно. Анатолий, спасибо вам огромное за помощь в проведении эфира. Спасибо вам, дорогие зрители, за внимание. Но я так всегда напоминаю. Выводы делать. Только вам. До встречи, друзья, через две недели. Спасибо. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»